Нам понадобится винтовка, которую мы хотим заантуражить. Сегодня я вам расскажу, как её покрасить, для того, чтобы имитировать царапины и ржавчину. И попробуем имитировать деревянное цевьё и приклад. Нам для этого понадобятся акриловые краски модельные. Воспользуемся красками звезды, они самые недорогие, от 49 рублей стоят. Нам достаточно хватит для того, чтобы имитировать металл вот такого флакончика краски с металликом и краски с ржавчиной. Для высветления ржавчины мы используемся ярко-оранжевой краской. Для нанесения ржавчины приготовим старую губку. Нам понадобятся кисточки разного размера. Желательно взять хотя бы одну достаточно широкую. На всякий случай возьмём скотч и дешёвый художественный акрил в коричневых тонах, в котором мы попробуем покрасить дерево. Для начала снимём цевьё. Так, смотри. Всё, что ты делаешь вот здесь, не видно. А я не... Ну, как бы. Ну, окей. Мы снимаем цевьё. Виден только столик. Возьмём палитру, на которой мы будем расписывать кисточки. Возьмём на палитру немного металлика. Сболтаем краску. Нанесём краску на палитру. Нужно достаточно немного. Возьмём кисточку. Широкую строительную кисточку. Желательно, чтобы она была сухая, с плоской щетиной. Сейчас у меня кисточка влажная, я её со вчерашнего дня ещё не высушу. Ну, попробуем справиться с её помощью. Берём кисточку. Берём краску. Мы нанесли краску на кисточку. Наша задача сейчас вытереть краску об какой-нибудь ненужной нам поверхности. С той целью, чтобы когда мы будем возить кисточкой по окрашиваемой поверхности, у нас неравномерно наносилась краска, а высветлялись выступающие элементы. Эта техника в моделизме называется dry brush. Сейчас я покажу, как это сделать. Вытираем, вытираем, вытираем. Вот вроде как краска с кисточки начинает едва-едва переноситься на палитру. Возьмём магазин, попробуем на нём. Он уже достаточно пошёрканный, грязный, на нём следы экзоленты. В принципе, всё нам это только пойдёт на пользу. Ну и пробуем нести металлик на магазин. В принципе, получаются достаточно реалистичные царапинки. У нас получится магазин, по которому прошлись шкуркой или возили по песку. Сложно-дущих лапчик. Сложно-дущих лапчик. Главное не переучердствовать. Обозначим, что мы нанесли слой металла. То же самое делаем с теми частями, которые мы хотим показать как металлические на винтовке. А именно с боди, с францетом и с внешним стволом и пламегасителем. Той же самой кисточкой с той краской, которая осталась, переходим к корпусу винтовки. Главное не переучердствовать. Все-таки кисть влажная, это сейчас достаточно сильно мешает. Та порция краски, которую мы нанесли, она уже вся использована. Возьмем еще. При окраске я рекомендую использовать водорастворимые виды красок. Например, модель акрил. Потом его будет проще отмывать, чем в сравнении с нитрокраской или какой-нибудь алкидом. Сразу возникает вопрос, что делать, если пойдет дождь во время игры? Вопрос правильный. Вода растворимая краска подразумевается в том, что в момент того, пока она не высохла, она растворяется водой. Потом, в общем-то, вы можете водичкой это дело поливать и тереть. Краска сама сходить не будет. Но, если вы возьмете губку для мытья посуды и моющие средства и потрете поверхность, то, естественно, как бы под механическим воздействием краска нас покинет. Но, вот, я оттру руками. Только что мы нанесли краску. Немножко, немножко сдирается. Но краска держится. Продолжение следует... Мы планируем винтовку сделать достаточно старой и ржавой, поэтому с восхитрением металлика я не очень сильно стараюсь. Поверх всего этого ляжет достаточно большой жирный яркий слой красок, которым мы будем аминтировать ржавчину. Но если вы хотите добиться эффекта того, что это просто очень старая винтовка, за которой ухаживали, просто со временем снялась краска и обнажился металл, вы можете провести эту операцию, которая называется dry brush, с разными металлитами. Например, снизу положить более темный металлик, например, какую-нибудь модельную сталь. А потом точно так же сверху dry brush обратись краской, которая может называться, например, модельный алюминий. В палитре звезды все это есть. У вас получится постепенное высветление. Ну, в принципе, я могу это продемонстрировать. У меня есть более светкий металлик. Вот он более яркий. Возьмем немножко такой краски. Но используем кисточку поменьше. Если мы хотим имитировать потертости в каких-то естественных местах, тогда мы должны ориентироваться на выступающие ребра. И нам достаточно будет пройтись именно вдоль них. И поверхность уже, в принципе, начала блестеть. Чем больше мы таких проходов и слоев положим, тем более будет яркий металлический цвет. Но при этом, если вы будете старательно вытирать кисточку, у вас не получится полностью закрасить поверхность. И у нас снизу будет светиться темно-естественный цвет винтовки, который нам будет имитировать остатки краски. Получилась более светлая поверхность, нежели то, что мы сделали здесь. В принципе, мне результат нравится. Я, наверное, повторяю с этой стороны тоже. Я, наверное, повторяю с этой стороны. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы закончили окраску металлических поверхностей винтовки Уже винтовка прибрела более поношенный вид Сейчас имитируем ржавчину Методика точно такая же Но будут использованы другие краски Воспользуемся краской номер 10 Производства звезды Назвайте ему ржавчину Либо если такой возможности нету Возьмем краску По-моему она называется Английская красная Из художественной палюты Особенного смысла отмывать кисточку нет Той же кисточки Сейчас мы будем разобрать Если вы обратили внимание Я сейчас не пользуюсь вообще водой Наша задача, чтобы кисть была максимально сухой От этого зависит то, как она будет наносить краску Точно так же сначала возьмемся за магазин Теми же известными вам движениями Начинаем наносить краску Тое, что здесь мы будем разобрать Использовать краску Возьмем краску Той же, что здесь вот Той же, кисть Используемся краску Той же, что здесь вот Используемся краской Если внимательно посмотреть на окрашенную поверхность, то здесь видны чуарные, видны серебряные слои краски, которые имитируют сковые царапины. Ну, сейчас у нас идёт слой, который имитирует ржавчину. Переходим к квинтовке. В принципе, расход краски достаточно незначительный, то есть тех объёмов краски, которые содержатся в этих тюбиках с акриловой краской, хватит на окраску нескольких винтовок. Мне даже интересно, хватит ли краски на такую большую винтовку, потому что у меня почти все тюбики уже начаты. Особенно часто я пользовался посреднением ржавчины, её может не хватить. Постараемся растянуть удовольствие на всю винтовку. Обратите внимание, какой получается насыщенный цвет. Поскольку мы достаточно интенсивно работаем с кистью, у нас безусловно неизбежные моменты, когда у нас та краска, которую мы уже навесли, особенно на каких-то острых ребрах, она может вытираться. Ничего страшного, мы в этих местах отдельно ещё распаяемся и это дело скроем. Оставь блендер под кисовым варим, поэтому мы домием. И вот я что-то приготовленным. Да, всё, что-то идет. Самое, что-то перед вкусом нужно подсоединять. Продолжение следует... Замечательный сосед, который нам сейчас немножко решает озвучивать наш туториал по покраске. Но мы не пойдем с ним разбираться. Продолжение следует... 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 нанести по поверхности вот пока она не высохла губочкой растереть немножко перебарщила ржачьи вот уже более яркие элементы на винтовке появились можно по болтикам отдельно обретить переводчиков так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также хочу обратить ваше внимание, что слой краски не очень стойкий Под механическим надействием все это будет вытираться Но это нам нужно для того, чтобы винтовку можно было потом без труда отмыть Для тех людей, которым не очень важно вернуть в винтовке первозданный вид Я бы порекомендовал воспользоваться всеми методиками необходимыми для покраски Сначала надо загрунтовать поверхность, подготовить ее для окраски А потом для того, чтобы у нас этот слой сохранился, можно было бы пройтись матовым прозрачным лаком Но такую методику порекомендовать людям, которым очень важно вернуть свою винтовку в том виде, в котором она им нравится после игры Я бы не рекомендовал, потому что потом будет очень тяжело ее отмывать То, что немножко стирается краской, ничего страшного То, что вытирается, оно неизбежно у нас покинет Но общее впечатление, что винтовки не изменятся и в течение игры окраска сохранится Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на такие моменты, как цевье, пистолетная рукоятка и непосредственно приклад По поводу пистолетной рукоятки и приклада, в данном случае Я бы порекомендовал сделать следующее Достаточно было бы, если бы оливковый цвет пистолетной рукоятки и приклада был скрыт путем наматывания каких-нибудь веревочек, шнурочков, тряпочек Вы можете, конечно, покрасить те вещи, но поскольку здесь самый жесткий контакт с руками Больше всего будете тереть своими подными ладошками, здесь краска все равно уйдет Поэтому лучше это как-нибудь закамуфлировать другим образом А вот цевье, которое в большей степени видят люди, которые видят, что вы держите в руках винтовку А именно, когда вы держите в руках винтовку, больше всего люди обращают внимание на первую половину ствола На которую больше всего на внимание надо потратить при эндураже Цевье мы попробуем покрасить как бы под дерево Единственный момент В данном цевье много декоративных элементов Ну как, для нас декоративных Это всевозможные вот эти вот пазики, ребра Сложно представить, что такую штуку могли бы сделать из дерева Мы попробуем все вот эти вот впадинки и ребра чем-нибудь скрыть Я бы порекомендовал поступить следующим образом В впадинке можно было бы, например, замазать пластилином А сверху поверхность покрыть широким слоем скотча или армированного скотча Сейчас у меня достаточно сильно ограничен во времени Поэтому я вам просто продемонстрирую, как это дело будет выглядеть в окрашенном виде И просто на цевье намотаю широкий армированный скотч Сейчас попробуем это сделать В принципе, такую операцию я сам никогда не делал Вот мне эта мысль пришла в голову Вот заодно посмотрим, насколько это реализуемо Я бы предположил, что мы будем не наматывать А по ширине просто аккуратно наклеим Чтобы у нас не сильно светились стыки скотча Вот я забыл подготовить себе инструменты для обрезания Вот мы с одной стороны подклеили В принципе, видно, что какая-то угловатая поверхность Вот это нам только будет на руку при покраске И со второй стороны точно так же наклеим кусочек скотча Вот они у нас немножко не сошлись Вот, но ничего страшного Эта часть она нам будет не видна Аккуратненько обрезаем Разравниваем поверхность Аккуратно обрезаем Оставшиеся хвосты Оставшиеся хвосты у нас получилась такая колобаха наша задача сейчас попробовать сымитировать то что это колобаха вырезана из куска дерева возьмем акриловую краску у меня в руках сейчас два тюбика с краской одна краска называется умбра жженая она более темная вторая краска более светлая называется сена жженая нанесем вниз сначала слой темной краски в данном случае мы именно окрашиваем поверхность поэтому вытирать кисть нам не нужно мажем жирно взбиваю и с и с с с с с с с с Я перепутал краски. Чтобы не путаться, разложите краски в последовательность, которые вы будете брать в руки, иначе сейчас ошибутись, как я. Я перепутал краски. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Быстрое мероприятие. Кисточки доступны всем. Поэтому мы окрашиваем винтовку обычными кистями. Вот он у нас лёг первый слой. Сейчас нам надо дать несколько минут ему подсохнуть. у нас подсох первый слой коричневой краски который мы покрыли цевьей сейчас будем окрашивать и более светлой коричневой краской в отличие от первого слоя мы будем не красить а именно высветлять как мы делали ржавчину и металлик нанесли краску на поливу растирает на кисть на кисточке уже довольно много краски она уже достаточно разлохмаченная и грязная но совсем не повод и отмывать начинаем покрывать эту поверхность видимо это начинает оказывать влияние оранжевая краска которая нам сейчас не нужна смешаем еще раз в этот слой так вот он и и вот это и и и и и Продолжение следует... Мы нанесли коричневые слои, потом нанесли несколько слоев более светлой коричневой краски. Сейчас для того, чтобы у нас лучше заиграло цевьё, положим сверху совсем светлую краску, песочную. Но для того, чтобы мы не сняли нанесённую краску, надо дать возможность несколько минут подсоснуть. И в качестве финального штриха высветлим получившееся цевьё светлой краской. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот что у нас получилось Сейчас опять-таки надо дать несколько минут, чтобы это подсохло, а потом мы это дело покроем прозрачным матовым лаком из аэрозольного баллончика. Мы задули из баллона матовым лаком цевьё для того, чтобы укрепить целые краски и сделать его более износостойким. Покрасили металлические части под изношенную металлоржавчину, видоизменили цевьё, попытались придать ему вид деревянного цевья. Как вы видели, все эти мероприятия были достаточно простые, непротяжённые по времени и дешёвые. Стоимость всех материалов, которые были потрачены на доведение этой винтовки до текущего состояния, составляет где-то 300-350 рублей с учётом покупки краски, кистей и армированного скотча. Хочу обратить Ваше внимание, что сейчас мы рассматривали только методику по окраске винтовки, по поводу внешнего антуража, того, как поменять внешний вид внешнего ствола, цевья, пистолетные лукоятки и приклада можно поговорить отдельно, но в данном случае, для того, чтобы винтовка была уже полностью готова к игре, необходимо закамуфлировать оливковый пластик на пистолетной рукоятке, и на прикладе это можно сделать с помощью верёвок, кожи, тряпочек, всевозможных бичёвок. Вот вариант, как мы можем дополнить винтовку какими-то дополнительными декоративными элементами. Если нам надо скрыть какие-то места крепления, в данном случае прилегание внешнего ствола к стойной коробке было закрыто вот такими вот верёвочками, приклад было нецелесообразно красить, поэтому мы его тоже замотали, воркоятка была деревянная, достаточно пошёрканная, поэтому я оставил в данном виде. В принципе, что-то подобное можно сделать и на этой винтовке, она будет полностью готова к игре. Готовьте оружие, готовьте костюмы, готовьтесь к игре. Ждём вас всех на игре Fallout. Ждём вас всех на игре, готовьтесь к игре, готовьтесь к игре. Продолжение следует...